Вы смотрите итоговый выпуск новостей ОТС в студии Иван Кудинов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Мы хотим, вот мы хотим, чтобы у нас был здесь хозяин. Хозяин, который отвечал за эту территорию, за вывоз мусора. 20 миллионов рублей растворились в коммунальных платежках, как получают лицензии управляющие компании. Очередной наш исследовательский полет по зондированию вертикального содержания парниковых газов и озоновой атмосферы. Уникальные кадры с борта летающей лаборатории. Как изменится климат Сибири в ближайшие годы. Исследования завершены. Кости пролежали в земле больше 60 лет. Уже завтра их вернут в общество-мемориал и останки будут захоронены. Ученые разгадали тайну страшных находок, чьи кости лежали под останками пересыльной тюрьмы. Президент Владимир Путин обратился к федеральному собранию с ежегодным посланием. Одной из главных тем стали отношения России с Турцией и борьба с терроризмом. Что касается внутренней политики, то основными тезисами послания стали поддержка бизнес-сообщества, социальные вопросы и импортозамещение. Последние, особенно в агропромышленном комплексе, в ближайший год будут развивать и в нашем регионе. Об этом, комментируя обращение главы государства, нам рассказал губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий. Сейчас он работает в Москве и был среди тех, кто слушал президента в Большом Кремлевском дворце. Отрадно, что была подчеркнута успешность работы по оборонзаказу, по импортозамещению. В большей степени у себя видим это в направлении агропромышленного комплекса, производства агропромышленного комплекса. Здесь прирастаем, у нас плохая динамика, 7% в этом году будет к уровню 2014 года. Но в то же время мы видим еще большие приросты на будущий год в агропромышленном комплексе. Поэтому как раз и те меры, которые и приоритеты, которые мы значим приоритет к президенту, послание, они как раз озвучены теми направлениями, которые мы реализуем. СКОЛЬКО НЕЧЕСТНЫХ ИГРОКОВ Сколько нечестных игроков на рынке услуг ЖКХ в Новосибирской области не знает ни одно ведомство. Ожидалось, что введенное не так давно лицензирование отсеет недобросовестно управляющей компанией, но в итоге почти все получили доступ к деньгам собственников квартир. Об этом сегодня говорили на пресс-конференции, посвященной взаимоотношениям жильцов и коммунальщиков. Подробности в сюжете Александра Куршева. Кто нами управляет и куда уходят миллионы? С точки зрения общественного контроля, общественных организаций, все проходимцы аферисты, все получили лицензию. Необоснованные тарифы и грязь на рынке ЖКХ. Мы хотим, вот мы хотим, чтобы у нас был здесь хозяин, хозяин, который отвечал за эту территорию, за вывоз мусора. К чему все идет? Мы живем в таком ощущении, что у нас здесь именно негритянское гетто, как это было в 20-х годах в Соединенных Штатах. Рынок ЖКХ – непаханное поле для авантюрных схем. Суды завалены исковыми заявлениями на управляющие компании. Для некоторых жизнь превратилась в сущий ад. Нечестные руководители на собранные средства жильцов покупают квартиры и дорогие машины. Управление коммунальным фондом превращается в бизнес. Бизнесмену, купившему это общежитие, люди не нужны. Его интерес – земля. Не сегодня, а завтра они могут оказаться под завалами дома. Несущие конструкции сгнили. Нет ни света, ни воды. Страшно. Чуть ли не каждый день мы рассказываем в новостях о людях, уставших бороться за право жить достойно. В нормальных домах и дворах, где безопасно и чисто. Сколько им нужно стучаться в закрытые двери. Мы хотим, вот мы хотим, чтобы у нас был здесь хозяин. Хозяин, который отвечал за эту территорию. За вывоз мусора. Вы думаете, это вот эта территория? Посмотрите, дальше еще что есть. Дальше ужасно, что у нас творится. Это позор недавно ликвидированной управляющей компанией «Славянка». Десятки семей живут среди крыс и огромных куч отходов. Офисы новой фирмы, оказывающие услуги военному городку, почему-то с названием старого акционерного общества. А его руководство слышит жалобы людей только когда в двери стучат журналисты. Извините, пожалуйста, хотели бы вас узнать, это все-таки управляющая компания «Славянка» или как-то она по-другому называется? Скажите, пожалуйста, как называется организация, в которой вы сейчас работаете? Директор «Гнатюк» Елена Григорьевна при объективе камеры обещает устранить проблемы в ближайшие часы. А кто будет отвечать за практически разрушенный жилой фонд? Вот это беспредельщики. «Славянка» по-другому не назовешь. Потому что я звонил руководителям «Славянки», в тропу летел мат, это вообще не ваше дело, мы не собираемся мусор вывозить. Когда был на дому, вот тот же опь, там геодезия, геофизика, там крысы величиной, кошку тут же собрание проводим, они тут же едят рядом. По словам руководителя надзорного органа, на рынок коммунального управления попало слишком много недобросовестных игроков. С одной стороны, после лицензирования сразу стало видно, кто работает на результат, а кто ради наживы. С другой, борьба с последними пока тщетна. Единственное, уголовное дело против руководителя управляющей компании за всю историю их работы. Александр Куршев, Антон Мамаев, Новости ОТС. Как и куда исчезли 20 миллионов рублей из фонда управляющей компании? Сколько домов сегодня платят за услуги по псевдоквитанциям? Где обещанный честный рынок и какова дальнейшая судьба военного городка? Продолжение расследования Александра Куршева завтра в итоговом выпуске новостей ОТС. Другим темам. За две недели на водоемах области утонули пять рыбаков. В Искитимском районе машина провалилась в воду как результат четыре смерти. Еще один мужчина погиб под Бердском, выехав на тонкий лед на мотоцикле. Температура за окном повышается, и ледяной покров на водоемах области не везде. Достаточно прочный. Однако люди продолжают игнорировать сообщения МЧС и забывают о собственной безопасности. Спасатели совместно с другими ведомствами проводят постоянный патруль популярных мест для рыбалки. В рабочей группе 392 человека и 54 единицы техники. Прочность льда, по словам специалистов, можно определить на глаз. Если лед имеет оттенки серого, матового, белого, либо желтого цвета, у него, соответственно, прочность в два раза меньше. Такой лед образуется во время морозной погоды со снегопадами. Если же лед абсолютно непрозрачен, он представляет собой замерзшийся во время метели снег. Участки такого льда лучше обходить, конечно же, стороной. Подняться на 9 тысяч метров, чтобы узнать, как изменится климат в ближайшие годы. Уникальная летающая лаборатория позволяет прогнозировать изменения в атмосфере от Урала до Амура на несколько лет вперед. Сегодня ученые взяли на борт нашего корреспондента Анатолия Харитонова. Пилотировать крылатую лабораторию Ту-134 будет опытный Игорь Масейкин, соавтор неофициального мирового рекорда дальности. В сентябре, возвращаясь в Новосибирск с Международного авиакосмического салона, он вместе с коллегой Владимиром Барсуком преодолел на экспериментальном самолете более 2000 километров. Весь путь без автопилота. Сегодняшний маршрут тоже не из легких на борту. Необычные пассажиры, которые имеют право в любой момент попросить командира снизиться или подняться. В полете, естественно, могут быть какие-то изменения. Мы постоянно на связи и взаимодействие. Весь полет осуществляем вместе с ведущим инженером по высотам полета, по времени нахождения на этих высотах. Пока экипаж проверяет рули поворота и высоты, прогревает двигатели, в салоне ученые Томского института оптики атмосферы устанавливают приборы. По системе специальных трубок они соединяются с воздухозаборниками на фюзеляже. Вот уже 18 лет эти люди зондируют атмосферу, исследуют концентрацию озона и парниковых газов на разных высотах. Больше 13 лет томичи зондировали атмосферу с помощью другого самолета Ан-30. Но в 2010 году авиакомпания, которой он принадлежал, обанкротилась. Воздушное судно списали, вскоре закрыли и аэропорт Северный, где базировалась крылатая лаборатория. Специалисты обратились в Сибирский научно-исследовательский институт авиации. Новосибирцы переоборудовали под крылатую лабораторию Ту-134. Раньше это был личный лайнер олигарха Михаила Ходорковского. Самолет арестовали вместе с его владельцем в аэропорту Толмачево в 2003 году. Затем машину передали в Сибния. Курс на юго-запад, в Ордынский район. Два часа, тушка кружит над Караканским бором. Температура, влажность, давление. Ученые снимают показания приборов, берут пробы воздуха в специальные колбы. Если не будет полетов, то будет меньше представления о том, что творится в атмосфере. Меньше будет данных о погоде, а данные на вес золота в атмосфере. Эксперты из Института оптики атмосферы называют Караканский бор эталонным районом. Исследовав здесь концентрацию озона и парниковых газов, можно определить, какая она в других регионах Западной Сибири. До 2004 года летние значения углекислого газа в нижней тропосфере, в непосредственной близости наших сибирских экосистем, оставались на одном уровне. А с 2004 года летние уровни концентрации углекислого газа стали заметно расти и с высокой скоростью. Кто виноват, природа или человек? Ученые до сих пор не пришли к единому мнению. Томичи предполагают, увеличение концентрации парниковых газов в атмосфере – все же результат деятельности людей. Анатолий Харитонов, Евгений Агеев. Новости ОТС. И смотрите далее в нашем выпуске. Там не подчистят все, очаг этот уберут, закроют барабанную перепонку, но и уже потом восстановление слуха. Оно не предназначено, конечно, для факторов. Здесь у нас просто вот оно было вот две больших комнаты. Говорят, что кикбоксинг – далеко не женский вид спорта, но есть девушки, которые доказывают, что это всего лишь заблуждение. Новосибирские ученые определили возраст останков, найденных на месте Новосибирской пересыльной тюрьмы. Выяснением этого вопроса занимались в лаборатории радиоуглеродных методов анализа НГУ. Сколько лет кости пролежали в земле, знает Елена Щербакова. Эта лаборатория появилась несколько лет назад. Татспектрометр или аппарат, который определяет возраст останков, ученые Академгородка сделали самостоятельно. До его появления были другие методы установления возраста, куда более затратные. Метод основан был на том, что просто считали распады в этом веществе. Для того, чтобы это считать, нужно было примерно 100 грамм вещества. Это довольно-таки обычные небольшие фрагменты, пальчик какой-нибудь, косточка. Их трудно было столько набрать для анализа. Сейчас вместо 100 граммов нужен всего один миллиграмм исследуемого материала. Его обрабатывают на специальном оборудовании, получают небольшую таблетку и только ее отправляют в спектрометр. Несколько лет назад на месте бывшей тюрьмы НКВД пересечения улицы Нарымская 1905 года были найдены человеческие останки. Исследования завершены. Кости пролежали в земле больше 60 лет. Уже завтра их вернут в общество-мемориал и останки будут захоронены. Определить с точностью до года, сколько лет останкам не удалось. Вот если бы исследуемым костям исполнилось 1000 или 5000 лет, тогда дата была бы установлена точнее, говорят сотрудники лаборатории. Однако известно, что заключенные скончались до 1955 года. В 50-х годах в мире стали испытывать ядерное оружие. Из-за этого в окружающей среде концентрация 14-го углерода повысилась более чем в два раза. И поскольку все живые организмы обмениваются углеродом с окружающей средой, с атмосферой, мы едим растения, растения поглощаются водой из воздуха, то все живые организмы тоже обогатились 14-м углеродом. Углерод С-14 – главный элемент, благодаря которому можно определить возраст останков. В этой лаборатории были кости мамонтов, бизонов, человеческие останки. Здесь кипит работа ежедневно. К исследователям обращаются со всей России. Елена Шербакова, Алексей Зубила. Новости ОТС. Не только снижение слуха, но и тяжелые внутричерепные осложнения. Чем грозен отит? Лечение хронических ушных патологий в эти дни обсуждают в столице Сибири. Медики из разных регионов собрались на школу практической отомикрохирургии. Они не просто слушают об инновационных подходах, но и проводят учебные операции на муляжах. А сегодня стали свидетелями видеотрансляции сразу трех операций. Подробности в сюжете Натальи Цопиной. Соседкам по палате Алене и Татьяне есть что обсудить. Диагноз общий. С самого детства девушки – постоянные пациенты в лоротделениях. Вообще у него рожденные. Да, в последнее время стало плохо слышать. Поэтому пришлось обратиться к лору по прописке. И сюда сделали направление и стали лечить. Назначили операцию. Сегодня день ответственный. Про операцию постарались узнать как можно подробнее. Там не почистят все. Очаг этот уберут. Закроет барабанную перепонку. Но и уже потом восстановление слуха будет. Причиной заболевания могут стать травмы барабанной перепонки, увеличенные аденоиды в детском возрасте, синуситы, искривление носовой перегородки. Сопровождается периодическим гною течения из уха и снижением слуха. При хроническом атите всегда присутствует перфорация, то есть дырочка в барабанной перепонке. И поэтому такие пациенты не могут себе позволить попадание в ухо воды. Очень часто при хроническом атите возникает опухолеподобное образование холестеатома. Она разрушает костные стенки барабанной полости, слуховые косточки. Очень опасные изменения. Почему вообще? Ну вот этой проблемой надо заниматься. Потому что она имеет и социальное значение, снижение слуха. Вы понимаете, человека ограничивает возможности общаться, вообще чувствовать себя адекватно в социуме. И второй момент. Хроническая патология уха провоцирует угрозные, тяжелые внутричерепные осложнения в виде менингитов и энцефалитов. Операции эти монопластики сегодня транслируют в режиме онлайн. В операционной работает ведущий российский хирург профессор Сергей Косяков. В конференц-зале зрители, участники школы практической отохирургии. Врачи не только из разных районов области. Есть и медики из соседних регионов. Первому пациенту 9 лет. 90% контингента взрослого – это проблема из детства. То есть достаточно было этого ребенка отпустить на полгода. И мы бы имели кошмарную ситуацию, которая уже не дала бы нам возможности выполнять функционально сохраняющую хирургию, а быть очень радикальными, потому что надо было бороться с возможностью тяжелых осложнений. Хронический гнойный средний отит – основная причина приобретенной тугоухости. В Новосибирской области от заболевания страдают около 10 тысяч жителей. В мире – десятки миллионов людей. Поэтому медики уверены – такие высокотехнологичные операции должны быть рутинными в практике любого оперирующего лор-врача. Наталья Цопина, Олег Сурков. Новости ОТС. Сегодня в Новосибирск прибыл поезд дружбы, приуроченный к окончанию года дружественных молодежных обменов между Россией и Китаем. Две недели железнодорожного путешествия закончатся в Пекине 11 декабря. В Новосибирске китайскую делегацию встречали по традиции с хлебом с солью. Я хочу кричить громко, что эта дружба Россия и Китая продолжат как долго и долго. В Новосибирск привезли символ, акции и карту с маршрутом следования поезда и гербами России и Китая. Этот подарок останется в КНР в знак дружбы и согласия между нашими странами. Для нас прибытие сегодня в город Новосибирск поезда дружбы это еще один важный шаг в укреплении и становлении не только внутрироссийских, межрегиональных, но и международных связей, которым мы придаем очень значение, высокое. Понимая в том числе и то, что Юго-Восточная Азия, Китай это направление наиболее высоких и реальных перспектив, с которыми мы связываем развитие региона. Адвокаты, следователи и нотариусы сегодня отмечают свой профессиональный праздник – День юриста. В областном правительстве сегодня наградили лучших защитников закона Елена Мирошниченко о том, кто стал юристом года. Михаил ходит на работу как на праздник, а все потому, что служить закону хотел еще с детства. Затем институт, практика и вот мечта сбылась. Работает юристом уже более 25 лет. Считает, что в этой сфере нашел свое призвание. Работа юриста, она в массовом сознании ассоциируется в значительной мере, как работа с бумажками. Но тут надо, а, любить свою работу и понимать, что за каждыми бумажками вообще-то стоят люди, у которых судьба может повернуться или в ту, или в другую сторону, в зависимости от твоего собственного мастерства. А чтобы стать лучшим, важно помнить, работа юриста требует не только незаурядного ума, но и гражданской порядочности. Она сопряжена прежде всего с высокой степенью ответственности, с ответственностью за судьбы тех, кто к нам обратился за помощью. Чтобы стать хорошим юристом, мало выучить норму права, нужно уметь глубоко ее чувствовать и понимать. Михаил всеми теми качествами обладает, потому известен как специалист не только на территории нашей области и страны, но и в ближнем зарубежье. Он председатель одного из самых авторитетных третейских судов в России. Сегодня в этом зале еще 40 человек. Это лучшие в регионе представители своей профессии. Наш герой Михаил получает звание заслуженного юриста. Главная премия сегодня досталась судье арбитражного суда Новосибирской области Ирине Лузаревой и директору филиала Томского университета Лидии Чумаковой. Именно они в этом году признаны лучшими юристами Новосибирской области. Елена Мирошниченко, Артем Валевич, Новости ОТС. Что едят журналисты? Оказывается, шаурму, блины и гамбургеры. Причем все вместе. Сегодня представители средств массовой информации города приняли участие в дегустации фастфуда. Чем остались довольны, а что забраковали, расскажет Ксения Бородкина. Рынок фастфуда в России с каждым годом развивается. Мест, где можно на ходу перекусить, становится все больше. Но что мы едим? Отдаем предпочтение маркам либо вкусу? Сегодня журналисты Новосибирской, не жалея живота своего, дегустируют продукцию известных брендов – сетей быстрого питания. Все позиции фастфуда нам нужно попробовать и оценить. Начинаем с шаурмы. Вот, например, этот экземпляр. Состав стандартный – курица, картофель, капуста. Но, на мой взгляд, они немножко суховаты. Участники дегустации не знают названий, снимают пробу и выставляют оценки по пятибалльной шкале. За вкус, внешний вид, состав. И указывают, сколько может стоить такая еда. Ну, а сейчас мы приступаем к дегустации блинов. Как по мне, так это самое вкусное из предложенного сегодня. Здесь у меня блин с мясом. Пробуем. Ну, неплохо. Кислое, соленое, перченое – у каждого экземпляра есть и достоинства, и недостатки. Но если в шаурме и блинах видно состав, то в гамбургерах неизвестно происхождение мяса. Пробуем две позиции – демократичные и премиум. И те, и другие выглядят неаппетитно. Эксперты тоже принимают участие в дегустации. Они уверены – такой эксперимент на нашем здоровье скажется не лучшим образом. Либо это мясо многолетней заморозки, напичканное различными консервантами, 10-15 лет, в сроках ранения и сроках годности, лишенное каких-либо вообще питательных полезных веществ. Либо это, в принципе, смесь, то есть механическая обвалка. Смесь шкуры, кишок, костей, сухожилий и так далее. Вот это так называемое гамбургерное мясо. Плюс к этому, поверьте мне, там используются и растительные ингредиенты. Чаще всего не российского производства. Почему? Потому что намного выгоднее закупать у транснациональных корпораций, овощи и все остальное глубокое заморозки, а потом это все использовать. Диетологи считают, фастфуд – это прямой путь в больницу. Такая еда ведет к ожирению, проблемам с пищеварением и прочим осложнениям. Фактически мы подтвердили статистику по показателям здоровья нашего населения. И она, к сожалению, отрицательна, потому что говорит о том, что у нас сейчас даже дети, детское население с малых лет начинает иметь, получает заболевания, такие как сахарный диабет. Я уже не говорю про заболевания желудка, кишечника. Как правило, в гамбургерах много усилителя вкуса. Их добавляют для того, чтобы пробудить аппетит и спрятать недостатки продукта. Эксперимент показал, все участники поставили самые низкие оценки именно гамбургерам. Такую еду лучше исключить. А еще лучше сделать выбор в пользу здоровой еды. Ксения Бородкина, Олег Сурков, Новости ОТС. Покорение космоса, война и рождение нового человека. Исторические фотофакты собраны на уникальной выставке, которая сегодня открылась в Новосибирске. Все снимки сделаны ведущими фоторепортерами. Каждый достоин пристального внимания. Елена Медведев рассмотрела изображение и познакомилась с самым титулованным фотомастером. Эта выставка поражает не только масштабами, но и содержанием. Больше 500 фотографий, 120 советских и российских авторов-лауреатов самого престижного мирового конкурса фото-журналистов World Press Photo. Их репортажи с главных мировых событий теперь история в картинках. Здесь вся наша жизнь за 6 десятилетий. Недавно экспозицию пополнили свежими работами. А это эксклюзив работы 2015 года «Победители». Первое, второе и третье место в Новосибирске представлены впервые. Почетный гость выставки – самый титулованный российский фото-журналист, шестикратный лауреат конкурса World Press Photo Владимир Вяткин. Один из кадров «Дорогому особо». Это снимок из серии «Добрые руки» доктора Немсадзе. Работа главного детского травматолога Москвы привлекала внимание мастера давно. Он многие годы пытался добиться доверия, и все случилось. В итоге и фото победитель, и теплые воспоминания. У меня с ним сложились отношения, и я его снимал очень и очень долго. И вдруг однажды я увидел то, чего не видел в течение четырех лет. Я увидел этот момент, когда абсолютно пластичные, теплые, мягкие руки, то есть сделали операцию, не делая, щадя детскую плоть, не делая гематомы. Фотовыставка – это часть благотворительного проекта «Поколение М». Дети, размещая свои творческие работы на интернет-портале проекта и в группе в социальной сети ВКонтакте, автоматически становятся благотворителями. Организаторы не устают напоминать – творить просто, делать добрые дела еще проще. Пеханика, она у нас проста. У нас есть онлайн-пространство, где все наши дети живут. Мы их стараемся увести из плохого интернета в хороший интернет, и они заставляют творить их, сочинять, танцевать, рисовать, фотографировать, играть сценки, читать стихи. Все виртуальные активности проекта переводятся к компании МТС в деньги на лечение тяжелобольных детей. Таким образом, сами дети помогают своим сверстникам. В рамках благотворительного проекта собрано больше 11 миллионов рублей. Интернет-аудитория проекта превысила 8,5 миллионов человек. Можно развивать некоторое направление, причем очень серьезное и хорошее культуру и искусство на этом зарабатывает. Также участие бизнеса в качестве благотворительности. Здесь к нему подключаются и общественные фонды, и другие игры. И вот здесь, мне кажется, проект, который мы сегодня приветствуем в новосибирской земле, он как раз ярчайший образец того, как это должно быть. Экспозиция доступна в городском центре изобразительных искусств до 27 декабря. Устроители уверены, что выставка будет интересна самому широкому кругу любителей фотографий и вдохновит на творческие занятия еще большее число юных новосибирцев. Елена Медведик, Николай Лещев, Новости ОТС. Заключительный боксерский турнир года Чемпионат России принес новосибирским спортсменам пять медалей разного достоинства. Кристина Лата встретилась с призерами и узнала, кто из них поедет на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Почти 250 боксеров в 13 весовых категориях. Прошедший Чемпионат России стал настоящей проверкой для спортсменов. Наш регион представляли 9 боксеров и пятеро вернулись с медалями. На счету новосибирцев три бронзы, одно серебро и золото. Пять медалей, безусловно, это успех. Приезжали в сборная Казахстана, которая благополучно помогла нам. С нами потренировались на протяжении пару недель здесь. И вследствие того, что видели мы на России, каждый день смотрели, как ребята находились в форме, и отмечали многие специалисты, что новосибирская команда подошла в великолепной форме. Борьба на этом предолимпийском чемпионате России развернулась не только за медали, но и олимпийские лицензии. Путевки в Рио разыграли весовых категориях до 69 и 75 килограммов. Но даже сейчас именно тех, кто будет представлять нашу страну на главных стартах четырехлетия, пока неизвестны. Реальный шанс поехать в Бразилию есть у троих новосибирцев Миши Алояна и Павла Селягина, которые пропустили чемпионат России, а также Армена Закаряна, который уже во второй раз завоевал титул сильнейшего в стране. Правда, этот турнир прошел без главного соперника Армена, как на ринге, так и в борьбе за олимпийскую путевку Виталия Дунайцева, действующего чемпиона мира. На прошлом чемпионате России я ему в финале проиграл. У нас вообще счет с ним 2-1 в пользу его пока на сегодняшний день. То есть такое принципиальное противостояние? Ну, конечно, у нас конкуренция очень сильная. Такая неопределенная сложилась из-за системы розыгрыша олимпийских лицензий. Закарян свою завоевал на турнире АИБА про боксинг. Дунайцев на чемпионате мира. Теперь решение, кто из них поедет на Олимпиаду, будет принимать уже тренерский штаб сборной России. Свой ответ они должны были огласить 4 декабря, но перенесли на неопределенный срок. У России, понятно, да, именно та страна, в которой есть 4 весовых категории, у которых по 2 претендента на олимпийские лицензии. Поэтому тяжело дается решение. Много аргументов как с одной стороны, так и с другой стороны. Участие трех новосибирцев на олимпийском турнире уже будет большим успехом. К тому же, как показал прошедший чемпионат России, им растет достойная смена. И на следующей Олимпиаде представительства региона может быть гораздо больше. Кристина Латта, Антон Мамаев, Новость ОТС. И на этом у меня все. В студии работал Иван Кудинов. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Для приготовления домашнего завтрака и 15 минут вполне достаточно. В ближайшие дни по территории Новосибирской области начнет перемещаться циклон. Пройдут смешанные осадки, усилится ветер, температура воздуха повысится. 4 декабря по прогнозу Западно-Сибирского метеоагентства в Новосибирске преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 2,7 м в секунду, влажность 84%. Температура ночи минус 9,11, днем минус 2,4. В последующие двое суток временами возможен мокрый снег и слабая метель. Температура воздуха в субботу в днем 0,2, в воскресенье минус 2,4. На этом о погоде все. А я желаю вам всего самого доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!